Здравствуйте! Насколько я знаю, Кремль – это не только прекрасные исторические памятники, большое количество выставок, которые мы частенько у вас снимаем, но еще и археологический клуб. Вот если можно, несколько слов об истории этого клуба и о том, какой деятельностью вы там занимаетесь, чтобы рязанцы знали и приходили к вам. Действительно, вот совсем недавно открылся 36-й сезон работы археологического клуба имени Василия Алексеевича Городцова в стенах нашего музея-заповедника. Скажу, что клуб имеет довольно долгую историю. Был открыт в далеком 1975 году, когда археологи Михаил Михайлович Макаров и Виктор Павлович Ляпов решили организовать такой клуб, чтобы он смог объединить всех интересующихся историей археологии родного края. Постепенно клуб разросся. В 1978 году был издан даже специальный значок о работе клуба. То есть клуб получил более широкую известность, стали приходить люди, стали приводить своих детей. Скажу, что за эти долгие годы клуб переживал различные виды своей деятельности. Были периоды некого такого застоя, были и периоды подъема. Так, в 80-х годах даже формируются отдельные мелкие филиалы и кружки на базе нашего клуба, которые располагались уже в школах и вузах по городу и в области. Также, кроме этого, сформировали за эти долгие годы основные формы работы с посетителями, со всеми теми, кто приходит в наш клуб. Как правило, это теоретическая часть, которая начинается с ноября и продолжается по апрель месяц. На эти теоретические занятия приглашаем специалистов, не только историков, не только археологов, не только знатоков музейного дела, но приглашаем и представителей смежных дисциплин. Так, нам читают лекции и геологи, и спелеологи. Также мы всегда стараемся приглашать и ведущих специалистов из Института археологии Российской Академии Наук. Это что касается теоретической части. С весны, где-то с апреля в мае, члены клуба археологов совершают выезды на важные археологические памятники. Так они знакомятся с историей этих мест, проводят разведки и затем участвуют непосредственно в археологических раскопках. Скажу, что без этих людей была бы невозможна работа археологов, поскольку лишь один человек, начальник экспедиции, держатель листа, он один, конечно, ничего не может сделать. Конечно, невозможно работать без многочисленных людей, которые приходят в свободное время, которые посвящают археологии значительной части этого свободного времени. Сначала кто-то приходил просто буквально на выходные, затем люди привыкли, потянулись именно к археологии и уже стали совершать регулярные выезды в археологические экспедиции. Напомню, что при нашем музее-заповеднике действуют три экспедиции. Это Переслава-Рязанская, Старая-Рязанская и Вожская экспедиции. Олеся, скажите, пожалуйста, а люди какого возраста могут к вам прийти? Вообще есть какие-то требования к тем, кто приходит? Ну, требований таких жестких нет. Дело в том, что к нам приходят все, кому интересно. Как правило, работаем с детьми от 12 лет и старше. Так, наверное, самому старшему члену клуба археологов на сегодняшний день, наверное, уже за 60. То есть приходил он еще в наш клуб, когда был совсем школьником, маленьким ребенком. Люди взрослеют, обзаводятся семьями, приводят своих детей. Скажу, что в этом году у нас при клубе археологов имени Василия Алексеевича Городцова открылся еще и детский археологический кружок, где мы как раз занимаемся с ребятами с 12 лет. Дело в том, что этим сезоном к нам на раскоп пришло огромное количество детей, школьников из рязанских школ. И ребята, покопав, заинтересовались археологией и решили принимать участие и в теоретических занятиях. Поэтому, собственно, мы и решили организовать этот детский кружок. Стоялось только одно занятие, где мы с ребятами обсудили тем, чем будем заниматься в ближайший год. Сформировали основные моменты важные, застряли на чем-то внимание. И, в общем, мы ждем всех желающих, кому интересно, чтобы они посещали наш детский археологический кружок и клуб археологов для более взрослых людей. Олесь, вот на сегодняшний день Вы, как человек, который непосредственно работаете с теми людьми, которые интересуются археологией, можете сказать, интерес к этой науке, к этому виду деятельности, он возрастает? Да, думаю, возрастает. У нас, в принципе, наблюдается тенденция, что приходят новые люди, и не просто приходят и уходят, приходят и задерживаются. То есть остаются и принимают уже такое регулярное участие во всевозможных выездах наших археологических экспедиций. Это достаточно такая отрадная тенденция, чему мы очень рады. Я смотрю, Вы принесли это какой-то журнал. Это своеобразный сборник, который был издан совсем недавно, и посвящен он 30-летнему юбилею деятельности нашего клуба археологов. В этом сборнике собраны фотографии разных лет, приведены воспоминания участников экспедиции. То есть здесь отражена вся та разноплановая деятельность людей, кто принимал непосредственно активное участие. Все те люди, которые внесли свой вклад в изучение нашего далекого прошлого. Скажите, пожалуйста, может быть, были у Вас в клубе какие-то истории, может быть, Вы о них знаете, да, что человек просто как любитель пришел к Вам в клуб и остался в науке, то есть занялся действительно серьезной наукой. Да, конечно, таких примеров достаточно много. Это и Дмитрий Александрович Иванов, который сейчас занимает пост заведующего сектором полевожской битвы при нашем музее. Так начинал ходить еще школьником, с малых лет принимал участие в археологических экспедициях, заинтересовался археологией, занялся ей всерьез. Конечно, это Игорь Юрьевич Стрекалов, тоже ходил школьником в наш клуб, и сейчас является старшим научным сотрудником Института археологии Российской академии наук, и он же начальник Старой Рязанской археологической экспедиции. Это и Валентин Матвеевич Буланкин, заведующий отделом археологии при Центре по охране памятников культуры Рязанской области. Конечно, Василий Васильевич Судаков, который является ведущим археологом на нашей Рязанской земле, и является заведующим отделом археологии в нашем музее. Сегодня многие рязанцы знают какие-то основные места, в которых проводятся раскопки. Это непосредственно территория Кремля, там же у нас есть раскоп Старая Рязань, Глебово городище. Вот за время существования клуба есть еще какие-то места, где проводятся раскопки, и не исчерпали ли себя еще вот эти места, то есть там все еще можно найти что-то интересное археологам? Да, конечно, не ограничивается работа только тремя экспедициями. Вернусь немножечко назад, скажу, что за 30 лет именно членами клуба археологов было открыто более 1400 археологических памятников с составлением отчетной документации. Это порядка 62% из зарегистрированных памятников по нашей области. То есть огромное количество археологических мест было открыто и исследовано именно благодаря помощи людей, которые принимали участие в работе клуба археологов. Конечно, не ограничивается ныне действующими тремя экспедициями. Дело в том, что при нашей Переславле-Рязанской археологической экспедиции есть еще истинский отряд, то есть ведутся раскопки в селе Истия, найдена крупнейшая металлургическая домна, то есть в этом плане еще также ведутся работы, исследования. То есть, конечно, есть еще много мест, где что можно поисследовать, что можно поизучать. Олесь, а вот если у совсем маленьких деток до 12 лет, до школы, возникает желание, возникает интерес к археологии, они могут к вам прийти? Да, конечно. Дело в том, что совсем недавно в рамках образовательной программы Переславле-Рязанский «Живая история», есть и занятия по археологии для самых маленьких, то есть маленькие дети, дошкольники или возраста младшей школы могут посетить наш музей. На этом археологическом занятии дети знакомятся со спецификой работы археологов, также ребята узнают, как именно работают археологи, узнают о методике работ специалистов. Также особый интерес у детей вызывает сбор в археологическую экспедицию, путь глазами взрослого человека, это выглядит как простой переход из одного помещения в другое помещение, но для маленьких ребят это целое событие, не со всей важностью готовиться к этому мероприятию. Затем ребята принимают участие в импровизированных археологических раскопах, где каждый может найти свой артефакт. И в завершение ребята посещают археологическую экспозицию и могут посмотреть, как же предметы старины хранятся в стенах музея. Ребята понимают, что наследие наших предков нуждается в бережном отношении, и что храниться они должны в специализированных государственных учреждениях, какими являются музеи. Спасибо, Олеся, большое, что вы сегодня к нам пришли, рассказали о вашем замечательном клубе. Я надеюсь, что те зрители, которые нас сегодня с вами увидели, услышали, заинтересуются и пополниют ряды будущих археологов. Спасибо. Спасибо. Ну а на этом мы заканчиваем. Желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»